Всем огромный привет, ребят! С вами Маша и вы зашли на мой канал Sweetie Sweet Marie. Итак, сегодня у нас с вами будет моя долгожданная распаковка, точнее не распаковка, а просто обзор по ссылке с сайта Культ Бьюти. Давайте я вам покажу, что у меня было внутри и дальше в видео мы с вами протестируем все продукты из этого. Начнем с того, что доставка в Россию бесплатна от, не помню, 100 фунтов или от 60 фунтов. Это нужно зайти на сайт Культ Бьюти, здесь в инфобоксе я вам ссылку оставлю, можете зайти, посмотрите, там все написано. Доставка была по EMS почтой России, то есть это курьерская доставка до двери. И оба раза у меня были фейлы. В общем, давайте я вам покажу, что было в этой коробке и мимоходом расскажу, почему и от чего возникли фейлы. В общем, поехали. Здесь была коробочка Культ Бьюти, как видите, вот в такой упаковке она мне пришла с курьером домой. Я заказала на свой адрес и она открывалась вот здесь вот так вот штучку вы отрываете. И вуаля, коробочка раскрывается и получается вот такой вот интересный ларчик с вашими прелестями. Как видите, здесь Культ Бьюти, написано, где вы можете что найти. Здесь указан аккаунт Культ Бьюти, Инстаграм, Фейсбук и Твиттер. В общем-то, вот так выглядит коробка. Открываем черную бумажку и вот что у нас было внутри. Да, у меня этот заказ полностью с косметикой Huda Beauty. И давайте быстренько покажу, что у меня в этой посылочке есть. Здесь у меня есть две палетки Huda Beauty. Huda Beauty Neon Зеленая, Huda Beauty Obsession. Палетки вот эти маленькие. У меня это палетка Emerald. Честно вам скажу, я заказывала на новогодних распродажах. И я заказала перед самим Новым годом. У них там была супер-супер распродажа. Была 20% скидка. Нужно было ввести год. И вы ее получаете на свой заказ. Так что, в принципе, вот эти палетки дешевле в любом случае покупать на Huda Beauty, нежели у нас в Сифоре российской. Они выходят даже без скидок дешевле на 300-400 рублей. Это с бесплатной доставкой в Россию. Дальше, что я еще заказала? Заказала я еще вот такие вот реснички. Реснички. Это у меня Huda Beauty классические ресницы. Huda Beauty Classic ресницы Samanta номер 7. Они сейчас, естественно, на мне, как и, собственно, на макияж всеми этими продуктами, которые мы с вами сейчас в дальнейшем будем делать. Очень люблю ресницы Huda Beauty. Опять-таки, дешевле покупать на... Опять-таки, цена... Ну, немного будет дешевле на эти ресницы на Colbeauty, нежели у нас в Сифоре. Но в Сифоре бывают скидки у нас, и они полывают в ту же цену, как и Colbeauty. Но, честно скажу, на Сифоре я не хочу заказывать у нас, потому что, получается, в любом случае наценка, которая нам не нужна. Правда ведь? Вот. Красота должна быть в любом случае с экономией. С правильной экономией. И последний продукт из этой посылочки – это матовая помада Liquid Matte от Huda Beauty, их знаменитые в оттенке Mousse. Потрясающая помада, как видите. Она просто феноменальна. Так что сейчас мы будем ее с вами тестировать. Я вам расскажу свои впечатления от этой помады, как она наносится, увидеть. И, в общем-то, опять-таки, дешевле покупать там, потому что там это все намного круче. И там я не буду переживать, что это не оригинал. И, кстати, да, по поводу доставки, фейл доставки с Почтой России, точнее, курьерской доставкой Почты России и МС. В общем-то, получилось так, что я всегда заказываю на адрес до востребования, потому что по моему адресу вообще хреново работает почта. И я могу месяцами дожидаться своей посылки, потому что новый микрорайон, новая почта, и там просто ад творится. Километровые очереди, и вообще посылки теряются даже. Поэтому я заказываю всегда на адрес до востребования. С первой посылкой у меня фейла не было. Я заказала прям напрямую на адрес до востребования на эту почту прям. И мне просто пришло в приложении почты, что мне пришла посылка. И я просто сделала переадресацию на саму почту и там забрала. И, в общем-то, с этой посылкой у меня получилось так, что мне очень долго ее доставляли. Через Великобританию она мне пришла в Москву за три дня, а по Москве она каталась у меня полторы недели. Вот такая вот у нас классная курьерская почта. Вот. Ну да ладно, давайте перейдем к хорошему, к приятному. И посмотрим, протестируем все продукты, которые вы видите у меня на лице, и которые я вам сейчас показала. Итак, будем делать с вами сегодня макияж, естественно, в зеленых тонах, так как у нас с вами две палеточки зеленые, меня потянуло на зеленую, да. У нас с вами Huda Beauty Emerald Obsession, а также Huda Beauty Neon, такая вот зелененькая. Итак, в качестве базы по тени я использовала консилер от Colourpop, уже его нанесла. И вот сейчас давайте подумаем, какой палеткой я хочу накраситься. Я еще не тыкала даже в эти палеточки. Вот так выглядит одна палетка. Давайте открываем вот этот второй неон. И вот такая вот неоновая палетка зеленая. На самом деле она не такая уж и неоновая, в принципе. Она такая более, знаете, веселенькая, красивая, летне-весенняя. Вполне себе. И вот, давайте две палетки посмотрим. Чтобы палеткой сделать макияж. Давайте будем двумя делать палетками макияж. Почему бы и нет, собственно, правильно? И сделаем какой-нибудь красивый, интересный макияж. С вами вот эту вот палетку Obsession Emerald. И будем с вами наносить. Я даже, если честно, я не знаю. На самом деле здесь такого нету, какого-то растушевочного. Давайте попробуем сделать основу вот этим оттенком темным. Темно-коричневым, таким шоколадным больше. Почему бы и нет? Давайте попробуем, а там посмотрим, как дело пойдет, собственно. Беру кисточку Colourpop E9. Такая вот маленькая растушевочная кисточка. Боже мой. Ну, да, пылят, конечно. Оттеночек пыли. Но давайте попробуем. Это коричневый, который на самом деле при растушевке уходит в такой оливковый. Я бы не сказала, что грязный, но такой интересный оливковый на самом деле. Неплохо смотрится. Давайте дальше возьмем с вами другую кисточку для начала. Это Beige Cosmetics возьмем. Возьмем кисточку Beige Cosmetics из набора Smoky Eyes. Это номер 4. Такая плоская кисточка. И будем наносить вот этот вот зеленый оттенок. И давайте мы сами вот сюда, в оставшийся уголочек, нанесем вот этот вот светленький оттенок. Их тушуем его в предыдущий оттенок. Сейчас мы с вами давайте вот этот темно-коричнево-оливковый нанесем опять-таки в уголочек. И немножко его затемнем, потому что что-то мне не хватает вот здесь затемнения. Переходим к нижнему веку. Начнем его оформлять вот этим тоже оттенком. Коричнево-оливковым. Хочу на самом деле что-нибудь красивое сотворить, поэтому давайте-ка мы с вами возьмем вот этот вот оттеночек посередине, который белый сияющий. Да, мы его возьмем и нанесем немножечко вот сюда по центру. Сделаем небольшой красивый блик. Только чем бы нам этот блик нанести? Давайте попробуем. Я тоже не знаю на самом деле. Давайте, наверное, пальцем нанесем, как и все вот такие оттенки худо. А на нижнее веко мы с вами нанесем вот этот вот оттеночек. И просто его немножечко положим на предыдущие оттенки. И в уголочек глаза мы с вами нанесем вот этот вот оттеночек. Он на самом деле в рефиле совсем другой, нежели на самом деле в жизни. Сейчас вы это увидите и убедитесь в этом сами. Смотрите, как он выглядит. Как видите, макияж глаз мы с вами закончили. Поэтому следующее, что мы будем делать, это, конечно же, лепить наши ресничища. Я заказала себе ресницы под номером 7 Саманта. Они немного больше, чем первые, которые Жизель у меня. Эти более такой выразительный будет сценический взгляд. Поэтому давайте сразу мой любимый жест инстаграммный. Вот так, в общем, выглядят эти реснички. Как видите, сразу такой получился... Ну, завершенный образ, завершенный эффект. Очень люблю эти ресницы. У меня, как всегда, с ресницами первый, блин, бывает комом. Поэтому первая вот эта ресница мне немножко не так уселась. Но, в принципе, мне очень нравится, как выглядят ресницы, как выглядит образ с ними. Вполне себе неплохо. Как выглядит упаковка этих ресниц. В принципе, здесь были ресницы, как видите, лишние. Я обрезала, потому что для меня ресницы большие. Дальше у нас идет вот эта вот часть с глазами ходы. И здесь у нас инструкция по первому применению ресниц. То есть, как их нужно вытащить, что с ними нужно сделать и как ими вообще пользоваться. Так что, если вы вдруг ни разу не пользовались ресницами и сразу же купили Худо Бьюти, то у вас будет внутри подсказочка, как ими пользоваться. За это спасибо Худо большое. Итак, так что, вот так выглядят Саманты номер 7 реснички. Также, как я говорила, у меня есть ресницы Жизель номер 1. Вот так они выглядят. Они более естественный взгляд создают. А эти уже более такие, ну, вечерние ресницы. И на какие-нибудь мероприятия они больше подходят. Потому что они длинные, удобные, супер мягкие. И честно вам признаюсь, что я до Худо Бьюти с ресницами вообще была на вы. Они у меня из ряда вон плохо клеились, не получались. И я жутко психовала, паниковала. И меня это раздражало. Поэтому я ресницами никогда в видеомакияжах не пользовалась. А после Худо я полюбила ресницы. И они, конечно же, стоят своих денег. Итак, что у нас дальше осталось из посылочки. У нас осталась, конечно же, вот такая вот помада. Тоже с губами худенький, как видите. Вот так вот выглядит помадка. Я взяла оттенок Muse или Mousse. Mousse, наверное, называется все-таки. Самое, что странное, что помады Худо Бьюти, они, в принципе, не рассчитаны, наверное, больше на европейских. Они больше рассчитаны, наверное, на западных девушек с такой более теплым цветотипом кожи, скажем так. И поэтому я на просторах Ютьюба вообще не нашла ни одного свотча на помады с русскими девушками. Почему-то. Я не знаю почему. Так что это очень странно. Давайте попробуем помаду Muse нанести или Muse. Как она правильно называется? Пишите в комментариях. Я не в курсе. Достаем из коробочки. Буду хранить в коробочке для инстаграмных видео. Я уже, на самом деле, ее открыла и просто понюхала. Она очень-очень вкусно пахнет какими-то вкусняшками. Давайте ее нанесем. Я буду носить без карандаша сразу на бальзам для губ. Вот так выглядит эта помада. Я не ошиблась с оттенком. Я просто фантастически не ошиблась с оттенком. Посмотрите, это же просто какая-то любовь с первого взгляда. Действительно, это мой любимый оттенок. Помада, в принципе, такой пыльная роза, немножечко с лиловым подтоном. Супер. Я влюблена. У меня с предыдущего заказа Культ Бьюти есть еще одна помада Huda. Она мне была в подарок. Это оттеночек Day Slayer. И она очень такой теплый-теплый нюд. Она мне не очень подходит. И она Demi Matte помада, то есть полуматовая помада. А это Mousse, это Matte Liquid Lipstick. То есть это просто обычная жидкая матовая помада. И формула вот этой матовой помады мне нравится намного больше, чем Demi Matte помада. Demi Matte, она не застывает вообще полностью. И она отпечатывается. Вот эта помада, она очень комфортна на губах. Я ее не ощущаю. Если сравнивать помады Lime Crime, Colourpop и Huda, то Huda это что-то среднее по комфортности между Lime Crime и Colourpop. Давайте попробуем ее на поцелуйку. Ну, ничего совершенно не оставляет. И это круто! По поводу того, как она будет себя вести, если я буду что-то кушать дальше, я не знаю. Мы это будем исследовать все путем методом проб и ошибок. Вот, но давайте я подведу итог к своему заказу. Ну так, что я хочу сказать вам по поводу всего этого заказа. Мне очень-очень понравились две вот эти палетки Huda Beauty. Как видите, макияж получился очень красивый, очень яркий, сочный. Я не ожидала, на самом деле, что получится такая красота. Я смотрела в основном, конечно же, у всех макияжи такие, знаете, восточные, с вот этой Emerald Palette. И совершенно не вырви глаз с палеткой Neon. Она совершенно не неоновая, она очень такая веселая, очень весенне-летняя. Она очень красивая, очень подойдет на это время года. И вот с этой палеткой тоже очень все круто. У нее потрясающие оттенки. Но я думаю, отдельно я обязательно сниму макияж еще с каждой из этих палеток. Что-нибудь новенькое с вами сообразим. Поэтому пока что мой вердикт очень крутые оттенки. Немножечко матовые оттенки пылят. Шиммеры совершенно не осыпаются у меня. Дальше по поводу, давайте поговорим ресниц. Ресницы Huda Beauty это моя любовь на века. Они очень комфортные, не ощущаются на ресничках. И они выглядят просто феноменально. Даже вот эти ресницы, которые в принципе очень огромные по факту. Если вот я открою глаза, как видите, у меня ресницы достают на бровей. Для вечерних макияжев это супер. Но для естественного более взгляда выбирайте номер 1 Жизель. Это предыдущий мой заказ Huda Beauty. Очень крутые ресницы, рекомендую. Но лучше заказывайте на Huda Beauty, будто они дешевле. По поводу помады Mousse. Очень нравится оттенок. Посмотрите, какой он потрясающий. Я люблю такие оттенки. Это один из моих любимых оттенков у помад. Так что я не ошиблась с оттенком. Это оттенок Mousse. Повторюсь, если кому интересно. По поводу Demi Matte помад Day Slayer оттенок помады. Мне не очень понравился. Но я думаю, наверное, сделаю отдельный какой-нибудь видео-свотч этих помад, чтобы вы более наглядно посмотрели. Но так вот эти помады рекомендую. Оттенок Mousse просто фантастика. Так что на этом все. Как вы понимаете, если вам понравилось и было интересно это видео, не забудьте его оценить его лайком. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте внизу вот здесь на колокольчик. Оповещение, чтобы не пропускать выходы новых роликов. Также у меня ссылочка внизу в инфобоксе будет на Cool Beauty. На то, что я заказала. Там вы можете посмотреть, если лень искать. Просто кликните то, что увидите внизу и вуаля. А также не забудьте, есть еще у меня инстаграм. Ссылочка также внизу в инфобоксе. С вами была Маша. Люблю свою. До встречи в новых роликах. Пока-пока. 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 Продолжение следует...